сегодня я хочу рассказать один интересный хитрый способ как избежать вот это вот запутывания лески на бобинах чтобы она была у вас всегда аккуратно смотана и зафиксирована потому что часто вот эти вот фиксаторы они практически ничего не держат и когда вы навели порядок в своей рыболовном ящике у вас оно опять все запуталось через какое-то время когда у вас катушек много у вас получается полный беспорядок как избежать этого чтобы сделать это приспособление нам понадобится во-первых инструмент пассатижи кусачки также понадобится вот такая вот обычная резиночка также понадобится проволока и еще самое главное это вот понадобится вот такой вот обойма под подшипника либо сама трубочка сейчас я покажу вам что это такое вот такая вот обойма из подшипника которая нам понадобится для изготовления этого приспособления почему обойма потому что она идеально отполирована и имеют посредине вот такую вот каналку ее можно взять с был подшипников разобрав его и вытянул вот внутреннюю часть либо же можно использовать просто трубочку идеально ее отполировать и сделать небольшую вот каналочку вы один раз сделаете такое приспособление и раз навсегда избавитесь от этой проблеме чтобы у вас не запутывалась леска вот на катушках я постоянно держалась и было аккуратно замутан и так прежде чем приступить к изготовлению еще хочу обратить внимание что обойма вот это вот цилиндрик должен быть не шире вашей шпули катушки то есть либо он должен быть плотно либо вот так вот свободно ходить внутри то есть вы можете разобрать любой подшипник либо подобрать металлическую трубочку из нее сделать вот такой вот большую заготовку цилиндрик и так начнем изготовление нашего приспособления и так берем нашу резиночку и отмеряем берем катушку на которую вы будете делать это приспособление и вот так отмеряем резинку по диаметру нашей катушке есть теперь берем и отрезаем нашу резиночку теперь вставляем нашу резиночку ношу трубочку одну сторону где-то оставляем край запас сантиметр и вставляем другую сторону резиночки ношу колечко вот такая вот получается штука теперь берем отрезок проволоки проволоку можно брать любую мягкую главное чтобы она хорошо фиксировала и можно было ее скрутить берем небольшой отрезок проволоки и вот это все вставляем нашу каналку и скручиваем для этого нам понадобятся пассатижи и и и и и и и и вот получилось вот такая вот штука приспособления лишнюю проволоку мы откусываем и вот это вот усик вот этот аккуратненько нужно загнуть чтобы он не мешал не цеплялся нигде вот получилось вот такое вот интересное у нас приспособление как это все работает сейчас я вам покажу и так прежде чем его надеть бы на бобину и и нужно вывернуть вот так вот наоборот у нас получится вот такое вот интересная штучка теперь берем наш край лески и принимаем изнутри нашего приспособления надеваем его на бобину вот у нас получилось вот такой вот аккуратные как видите приспособления которые раз и навсегда у вас избавит чтобы у вас никогда не путалась леска на катушках и когда по мере того как вы будете использовать бобину резиночку можно будет подтягивать по диаметру вашего катушки если вам нужно отмотать лески вы аккуратненько берете и отматываете столько 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 вам надо и у вас леска всегда остается зафиксировано и никогда не будет путаться когда вы отмотали сколько вам надо отрезаете небольшой запас оставляете и у вас никогда бобина слезка не размотается и будет надежно зафиксировано если вы сделаете один раз для каждой шпули себе такое приспособление вы раз и навсегда избавитесь вот вот такой проблемы видите если оно лежит у вас в ящике или какой-то коробке и но постоянно вот этого все разматывается и так я вам показал сам принцип работы этого приспособления я думаю что его можно изготовить также из других материалов вот допустим обойму можно взять из какой-то медной трубки ее обточить сделать канавку и резинку также можно использовать какую-то другую главное сам сам принцип работы вот этой вот это вот приспособление вот у вас идеально зафиксировано леска никогда не не распутается и не будет никаких больше проблем кому понравилось мое видео ставьте лайк оставляйте свой комментарий что вы думаете по этому поводу пользуйтесь ли вы такими приспособлениями делитесь видео социальной сети подписывайтесь на мой канал будет много интересного до новых встреч всем пока спасибо